Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 4 января. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодня мы с вами рассмотрим самые ключевые события предстоящей недели и на что стоит обратить внимание именно сегодня. Но перед тем, как начать, в первую очередь, я хотел бы поздравить всех с прошедшим Новым Годом, пожелать успехов в финансовом плане в новом 2021 году, ну и, конечно же, добиться самых высоких финансовых результатов вместе с компанией Amarkets. Ну, давайте теперь перейдем к тому, что сегодня есть в экономическом календаре. В первую очередь, достаточно сразу бросаясь в глаза, это индекс деловой активности в производственном секторе, который выходит в Германии, Евросоюзе, Британии и США. Ну, а также немаловажное событие – это выход в 13.00 по московскому времени, заседание ОПЕК, ОПЕК+. Достаточно важное событие по той причине, что сегодня могут быть сделаны два достаточно важных заявления. Как мы с вами помним, с января 2021 года ОПЕК продолжает постепенное наращивание добычи нефти. Но важно отметить, что сейчас во всем Евросоюзе, в том числе в Британии, выявлены новые штаммы коронавируса, и в этой связи сейчас наращивание добычи может очень негативно сказаться на нефти. Поэтому весьма вероятно, что сегодня могут принять решение отложить повышение добычи на один месяц вперед. То есть уже в феврале будут рассматривать повышение квот. Поэтому весьма вероятно, что данное событие сегодня очень сильно может повлиять на рынок нефти. С нового года по сегодняшний день нефть марки Брент преодолела тот с вами боковой канал, который мы с вами рассматривали, и сейчас находится на отметке 52 доллара. Но это еще не предел, весьма вероятно, что цена может подняться и выше. Также из ключевых событий текущей недели, давайте сначала рассмотрим экономический календарь. В среду у нас также, как и обычно, выйдет статистика по запасам нефти. В четверг у нас будет заседание ЕЦБ по монетарной политике. И в пятницу долгожданные Non-Farm Paylers, поскольку это первая пятница текущей недели, текущего года, ожидаем выход достаточно важной статистики. Теперь, что касается такого важного события, как американские выборы. 2 января было сделано заявление, что 11 сенаторов-республиканцев готовы оспорить итоги президентских выборов. И 6 января об этом будут заявлять на очередное заседание коллегии выборщиков. Поэтому событие достаточно важно, оно в очередной раз вносит определенную нестабильность в политику США. И в прошлом такие прецеденты уже были, в предыдущие раз в 2005 году. Но никак на выборы это не повлияло. Посмотрим, как сложатся события в этом году. Также достаточно важно отметить, что сейчас США ввели, все-таки успели ввести до того, как построят санкции против Северного потока-2. В этой связи, конечно, мы с вами сейчас не будем рассматривать акции Газпрома, которые так или иначе упадут. Но здесь это событие очень сильно может повлиять на экономику Германии. Потому что Германия очень сильно в экономическом плане сейчас зависит от этого. И может возникнуть дефицит бюджета. И на этом фоне, конечно, заседание ЕЦБ по монетарной политике в четверг будет достаточно интересно. Назвучается, как они будут выходить из этой ситуации. Поэтому с евро сейчас впереди может случиться интересная штука. И, возможно, сейчас уже стоит более аккуратно относиться к долгосрочным позициям на покупку. Но пока это только в теории. Пока идут об этом только разговоры. Посмотрим, как оно будет дальше. И последняя ключевая новость, которая в этом году также была уже анонсирована, заключается в том, что Сенат все-таки отклонил новый пакет стимулирующих мер. Увеличение чеков каждому американцу от 600 до 2000 долларов. Поэтому, друзья, американцы будут получать только по 600 долларов. Что это означает? Что фондовый рынок будет расти, но не так сильно, как при чеках в 2000 долларов. Поэтому мы с вами продолжаем следить не только за валютным и рынком сырья, но в том числе и за фондовым рынком. Также достаточно важно отметить, что в этом году криптовалюта биткоин достигла отметки в 34 тысячи долларов. Сейчас она находится в коррекции. Давайте посмотрим с вами это. Что касается графика, мы видим, что после того, как цена достигла своего максимума, откатилась, сейчас формирует такой паттерн треугольник. Всем вероятно, что восходящая тенденция будет продолжена. Но вот именно с текущих цен, конечно, лучше не покупать. Но от нижней границы текущего треугольника при отбое, в принципе, можно зайти в покупку. Рассматриваем евро-доллар. По евро-доллару цена продолжает находиться в восходящем канале. Сейчас, на мой взгляд, отличная возможность для того, чтобы войти в позицию на покупку, потому что цена только что отбилась от поддержки. Верхняя граница текущего восходящего канала от уровня 1.23. Поэтому, в принципе, сейчас это хорошая сделка. Открываю покупку. Ну, а на сегодня были самые ключевые события сегодняшнего дня. Всем желаю успешной торговли. Еще раз с прошедшим Новым Годом. И отличной торговой сессии. Всего наилучшего.